Привет, друзья! Буквально на днях я вернулась из города Киров. Меня пригласили на экскурсию на фабрику Рублев, производство художественных кистей. Я увидела, как поэтапно создаются кисти. Мне подарили вот такой набор, и я попробовала сделать кисти своими руками. Это действительно увлекательное занятие, и видеть, как из заготовок деревянных металлических обоим борса и волоса создаются кисти. Такие волшебные палочки для художников, это действительно незабываемо. Вы увидите все в видео, что я вам рассказываю, все содержание. Действительно, не все можно было снимать, потому что все-таки свои секреты у фабрики Рублев есть. Производственные находки, экспериментальное оборудование. Но основными этапами, моментами я, конечно же, поделюсь. Вы увидите все своими глазами. И отдельно хочется отметить, что на фабрике она является уникальной в том ключе, что внутри фабрики происходит обработка ворса, волоса вручную. И это действительно важно, потому что убирается обратный волос, кисти собираются таким образом, чтобы они не сыпались потом, чтобы не рассыпались, чтобы служили долго. Поэтому система качества на высшем уровне. Ну и, конечно же, желаю вам приятного просмотра. Вот там еще очень много всего интересного в видео. Привет, друзья! Я в Кирове. Тут идет снег, прекрасная погода. Тут холодно, не как в Москве. И завтра будет экскурсия на предприятии. Я чуть позже расскажу и покажу вам. Субтитры сделал DimaTorzok Это для макияжа, да, получилось? Здравствуйте! У нас, смотри, в Рублевом Бьюти, это макияж. Это покрасочный цех. Субтитры сделал DimaTorzok Вот есть пирамидальные муны, красивые, пастельные цвета. Сразу хочется конфетки, да? Я фанат черного, конечно, тоже. Черные красивые всегда, и на мать смотрятся. С конца 2019 года мы начали уровень жесткости маркировать на кистях. Уровень жесткости это от 0 до 4. Это вот этот вот значок. Цифра 3, это означает, что это средний жесткий волос. Его в то же время можно использовать для тягучих красок, для акрила, для масла, для темтеры. Если, например, 0 и 1, это значит мягкий волос, он только идет на акварель. Это все очень просто для того, чтобы художник максимально шуста сориентировался при покупке кистей. Да, это важно, потому что на самом деле я абсолютно об этом не знала, что есть такой момент. Это маркировка, да? Это как раз маркировка. Сколько вы делаете обычно в минуту? Ну, я не знаю, как бы, какая выработка. Потому что я вот это долго, пока я ее вставлю, туда попаду. Вы, наверное, вот так вот делаете. Ну, побыстрее, но, в принципе, он быстрее не работает вот так. Ага. Точно обрабатывается кистью, убирается кухворц, да, обрабатывается. Это как раз коза. Садится на вершину волос. Так вот вбивается вершину. Тут убирается оборотка. Оборотка – это волос, который перевернут на другую сторону. Для того, чтобы ее вытащить, делать такие движения. И волосики, которые перевернуты на другой стороны, они вытаскиваются. То есть, чем наши кисти отличаются? У нее нет оборотки. То есть, любые другие кисти, на любых факторах, где нет своей волосы, обработки, они прямо устраиваются. Они прямо устраиваются. Они в отдельные волосики вылезают. В нашем случае, отдельные волосики вылезать не будут, потому что, если я оборотку, там нет волосиков перевернутых, нет те, которые будут торкать. А, то есть, вылезают, потому что перевернуты. Да, да, да. Да, да, потому что если вы собираетесь… Если вы собираетесь, вот один волос вот так торчит. Потому что он перевернут, он, соответственно, на другую сторону. И он вообще пророчет. Поэтому, когда говорят о вашей кисти рисует, чужие не рисует, просто они… Забито в начале сезона, в конце сезона, может быть европейской, может быть сибирской, может быть канадской. Это разновидности общеприятные. А колонок, он тоже бывает. Бывает он корейский, бывает он китайский, бывает сибирский. Самый лучший, естественно, наш сибирский, куда-нибудь из Якутии. Соответственно, колонок делится, вот мы видим, у нас на люкс. Угу, кисти тренинального класса, либо на обычные сибирные обработки. Но при этом весь волос дорабатывается. То есть, почему наши кисти из колонка дороже? Потому что все прошли волосы обработку. Потери 25% волоса, достаточно большие потери. Потому что выдергивается вся обородочка. А именно что вы сейчас проверяете их на… Вот сейчас внутри смотрю по уровню клея, чтобы была… Была посадка. Угу. Очень хорошая. Проделает, придумывает… Ну, в смысле придумывает, естественно, можно так сказать. Экспериментальный отдел. Бублики Рублёв. У вас с работы кипит, да? Да. Совещание. 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 Когда это мы оставляем? Патенты. Мы, в принципе, решили. На фирме порядка 50 патентов и изобретений. Ну, три из них прямо придумала, как сделать. Вот. Это сбойка для кистей. Вот. Она имеет выпуклость такую… Вогну. То есть, точнее, вот в этой форме. Для того, чтобы делать круглые кисти более выпуклые. То есть, сюда набирается определенный диаметр волос. И уже формируется сама кисть. Вот такие маленькие кисти собираются. Ой. Прямо все-таки производство прекрасное. Так я давно не… Все хорошо. Все хорошо. Спасибо вам. Обжала. Обжала кисть. Спасибо. Так, это покрытие. Гумирование сейчас происходит. Да? Да. Горячим гумиром. Она становится с тонким-тонким кончиком. Уже специальный состав. Ну, чтобы кончик не расщеплялся. Это у вас практика большая. А я вот не могу сколько-то собрать до конца. Ну, ладно. Будем считать, что что-то доработают мне. Потому что, конечно, опытом осталось. Он плохо пропитался. А, он на поверхности только получается остался. Понятно. Мы уже подходим к финалному участку. Так, надевается колпачок на тонкие-тонкие кисти. Кисти для маникюра. Ну и тут такой скошенный кончик. Очень стильный. Это уже последняя точка от УК. Всего пять. И здесь проверяется уже всё-всё-всё окончательно. На контроль качества идёт. На конструкцию. И девушка красивая работает. Задумка в том, что можно было видеть, что внутри лежит. Главное, сколько внутри. Чтобы каждый потребитель может чётко знать, что его кто-нибудь покупает. Сколько он что-то в пусте лежит в коробке. А для этого мы сделали прозрачную крышечку. Соответственно, видно, сколько лежит пачечек. И покупатель может легко посчитать количество пачечек. И сколько в пачечке штучек. Да, да. И сразу видно, какие. И сразу видно, какие. Очень хорошо. Ну, то есть у нас есть определенное количество товаров, которые нужно отгрузить в большую упаковку нашему потребителю. Вот там ты по заказу на месте. Нужно так сделать, чтобы потребитель точно знал, что внутри лежит. Для этого весь груз, на котором есть 3-код, конечно, снимается с камера. Снимается и печатается этикетка, которая приклеивается на коробку. А этот ты отпечатала на коробочку, да? Да, вот на эту коробочку. Сейчас мы, кроме этого, кроме того, что отпечатана сюда вот эта коробочка, которая ГОСТовская, которая не боковая, кроме этого, мы сейчас можем узнать точно, что лежит внутри коробок, которые мы отправляем. То есть мы с камером вот эти штрих-коды снимаем, и потом у нас печатается общая упаковка, которая кладется уже в большую коробку. Да. Вот, смотри, вот таким вот образом содержание коробки лежит. Надеюсь, что видео вам понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, рассказывайте, пишите комментарии. Мне будет очень приятно такая обратная связь. Поэтому буду с вами делиться еще. Так что до новых видео. До новых видео. До новых видео.